В системе Toyota брак считается одной из главных потерь. С ним необходимо бороться, причем не просто снизить процент бракованных изделий, а как можно быстрее свести их к нулю. Ноль дефектов требует изменения процессов. И как следствие не только снизит затраты на брак, но и значимо повлияет на эффективность в целом. Чтобы не передавать брак на следующий этап, придется встроить контроль в производственные процессы. Это позволит убрать его в конце. Нулевая терпимость не свойственна отечественному бизнесу. Поэтому зачастую на производстве существует норма брака, которая закреплена формально или неформально. Но рассмотрим пример. Мы хотим напечатать и продать 100 книг с отпускной стоимостью 100 рублей. То есть планируем получить выручку 10 тысяч рублей. Себестоимость книги 50 рублей. Значит наша прибыль составит 5 тысяч рублей. При этом, если мы запланируем 5% брака, то выручка составит 9,5 тысяч. А прибыль, которая останется, будет не 4750, а всего 4,5 тысячи. Потому что из нее надо вычесть себестоимость 5 бракованных книг. То есть при доле брака в 5% мы снижаем свою прибыль на 10%. Если рентабельность будет не такой высокой, то потери станут гораздо более ощутимы. При рентабельности в 5%, 5% браков полностью съедят всю прибыль. Компания будет работать в ноль. Иногда сохранять норму брака оправдано. Меры по полному искренню брака не всегда окупаются. Но это необходимо обосновывать экономическими расчетами. Есть старинная немецкая поговорка, которую я часто цитирую. Завтра-завтра, не сегодня. Так ленивцы говорят. В компании Toyota эта идея звучит как точно вовремя. Смысл один. Несвоевременная сделанная работа является потерей. Система точно вовремя нацелена на сокращение потерь, которые вызваны перепроизводством. Она предполагает, что в каждый момент времени, на каждой стадии производства следует находиться в строго определенном количестве обрабатываемых изделий. И оно должно стремиться к единице. В более общем смысле. Все должно делаться, когда это нужно, там, где нужно, и в том количестве, в котором нужно. И никаких рекордов выработки и соцсоревнований. Самый надежный способ установить стабильный график поставки материалов от внутренних и внешних поставщиков и тем самым обеспечить работу по принципу точно вовремя использовать Kanban. Эта система была подсмотрена Toyota в американских супермаркетах. Она основана на восстановлении постоянного запаса товаров на прилавках по мере их разбора покупателями. Kanban представляет собой систему карточек-ярлыков, сопровождающих контейнеры с материалами, которые обеспечивают увязку поставки новых материалов с фактическим расходом. Эти карточки описывают, что и когда следует делать с контейнером. Если контейнер пуст, то его надо переместить в обозначенное на ярлыке место для заполнения материалами в написанном количестве. А когда контейнер заполнен, направить в указанное место для дальнейшего использования. В результате запас материалов на площадке поддерживается на необходимом уровне, не больше и не меньше. К системе Kanban относится также разметка на полу и полках в хранилище, помогающая правильно перемещать и заполнять контейнер. Одна из версий Kanban – Kanban-доска. Доска, как правило, разделена на три логические секции. Что сделать, что делается и что будет сделано. Вместо карточек в Kanban-доске применяются стикеры или магнитики, которые изображают этапы производственного процесса и по мере прогресса перемещаются по доске. Такое движение соответствует движению процесса производства. Сотрудники перемещают стикеры в ту секцию, которая соответствует текущему статусу задачи. Снимок рабочего дня. Это метод изучения использования рабочего времени путем наблюдения и фиксации всех, без исключения, затрат времени в течение рабочего дня или нескольких дней. Своего рода мини-картирование. Благодаря снимку можно отследить закономерности в работе сотрудников, моменты, когда возникают потери или время используются нерационально. Полученная информация послужит основой для изменений, направленных на повышение эффективности работы как отдельных сотрудников, так и подразделения и компании в целом. Стандартная операционная процедура. Так называемые СОПы – это выполненные в табличной форме пошаговое описание операции с указанием причин каждого шага. И это не какой-то сложный документ, который нужно утверждать у генерального директора. Но это тот документ, который позволяет добиваться одинакового исполнения того или иного действия всеми исполнителями. Там отражаются ключевые моменты, которые могут сказаться на успешном выполнении той или иной операции. При желании так можно писать что угодно – хоть чистку зубов или приготовление какого-то блюда. Собственно, хорошая поваренная книга – это сборник СОПов и есть. И чем больше СОПов, тем проще жизнь. Вот основной девиз при использовании этого инструмента. И чем больше их использовать, тем больше будет времени на то, чтобы решать нестандартные задачи, которые не вписываются в привычный уклад. Отчет формата А3. На одном листе А3 должна быть помещена вся необходимая информация. Это дает возможность мгновенно выхватить необходимые данные. И это убирает необходимость бесконечно читать отчетные документы. В отчетах часто читают первую и последнюю страницу. Есть замечательная притча про одного из лордов Адмиралтейства, к которому приходят сотрудники и дают ему огромный отчет. Он его через пару дней возвращает. Исправьте, это не очень хороший отчет. Тот уходит, возвращается через неделю, еще раз уходит с той же резолюции. И так происходит занос отчета и вынос отчета на протяжении месяца. И только на пятый или шестой раз, когда сотрудник приходит, «Ме, лорд, это лучший отчет, который я мог создать. Я лучше же ничего не могу». Лорд отвечает, «Хорошо, оставьте. Я его почитаю». Дело в том, что такие истории с отчетами часто происходят, потому что они большие, толстые и скучные. И читать их совершенно не хочется. А когда перед автором отчета стоит задача отразить только самую необходимую и важную информацию, шансы на то, что отчет прочтут, значительно вырастают. Встроенный контроль. По нашей классической схеме проверка осуществляется после выполнения всех операций. И у Тойота в свое время тоже было так. То есть, когда автомобиль уже полностью собирался, он попадал в отдел технического контроля, который проверял, а все ли там хорошо сделано. И для того, чтобы устранить какие-то дефекты, нужно было иногда разобрать половину автомобиля. И они поняли, что лучший вид контроля – это встроенный, когда создаются условия, при которых исполнитель операции не может совершить ошибку. Например, делаются треугольные отверстия, круглый штифт в эту заготовку уже не запихнешь. То есть, создаются условия, при которых невозможно выполнить что-либо не по технологии. Либо обеспечиваются условия для самостоятельного контроля исполнителем операции, чтобы он сам себя проверял. И за счет этого можно избежать потерь. Когда уже сделаны изделия, не нужно возвращать на предыдущую стадию. Обеспечив встроенный контроль в месте производства каких-либо действий над проектом или над изделием, мы получаем рост производительности, повышаем качество своей продукции. И самое главное – это позволяет быстро бороться с браком.